Приветствую всех, с вами Базилио, канал FreshLife28. Сегодня я отвечу на часто последнее время встающий вопрос. Можно ли совместить бодибилдинг, скажем, с примеру, с боксом или с какими-либо другими бойцовскими или аэробного вида тренировками? Поехали! Итак, давайте для начала сразу сделаем небольшую ремарочку. Первое. Этот ролик записан не для тех людей, которые профессионально тренируются и которые планируют строить свою карьеру в области спорта. Будь то бойцовский или, скажем так, карьера бодибилдера. Второе. Под бодибилдингом я подразумеваю гипертрофию мышечных волокон. То есть, грубо говоря, построение тренировок, направленное на то, чтобы наши мышцы увеличились в объемах. Ну и, исходя из этого, давайте мы разберемся, что же у нас требуется для того, чтобы заниматься бодибилдингом. Что же у нас от организма требуется для того, чтобы быть в хорошей форме на ринге. Давайте начнем с бодибилдинга. Итак, гипертрофия мышечных волокон или, собственно говоря, накачка. Просто народе, то есть, когда мы качаемся с какой-либо целью, она подразумевает период восстановления. То есть, для начала мы тренируем мышечные волокна, притом быстрые мышечные волокна. Сейчас я вам немножко расскажу про это. А потом, после этого, нам требуется восстановление. Потому что на тренировке мышцы не растут. Мышцы растут спустя несколько дней, притом во сне, когда вы отдыхаете и спите. Так вот, мышцы наши по большей части состоят из быстрых, медленных, ну и есть еще промежуточное небольшое количество мышечных волокон. Так вот, быстрые мышечные волокна, которые как раз мы и тренируем, имеют потенциал роста. Именно они обеспечивают, допустим, в боксе силу удара. Именно они обеспечивают, предположим, бодибилдеру объем мышечных волокон, мышечной массы, которую он может продемонстрировать на пляже. То есть, покачаться. Вот, это раз. Второе. Второе, это, конечно же, работа с критическими весами. То есть, если мы постоянно не увеличиваем нагрузку, если у нас нет прогрессии рабочих весов в той или иной форме, организм начинает адаптироваться и мышцы перестают расти. Это, как правило, связано с отказными сетами. Это связано с достаточно тяжелым тренингом. И приводит это, как правило, к крепатуре, к той самой мышечной боли, о которой все, значит, рассказывают, которая наступает через 2-3 дня. Это ничего не имеет никакого отношения к жжению мышц во время тренировки, потому что это лактат, о котором мы тоже сейчас только что поговорим немножечко. Вот, но это накладывает определенные ограничения, о которых я скажу чуть-чуть позже. Значит, давайте теперь немножечко посмотрим, что же у нас требуется от ударной техники. Значит, почему я взял в качестве примера бокс, да, потому что мне пришлось, вернее, довелось, правильно сказать, консультировать двух достаточно титулованных боксеров, которые уже, ну, отошли от карьеры, им нужны были консультации в области питания, поэтому я немножечко в курсе определенной специфики, которую сообщение с этими людьми подчерпнул, как раз о работе мышечных волокон в боксе, да. Значит, для бокса или, допустим, для какого-либо единоборства, неважно какого, важна не только масса, не только мышечная масса, которая, значит, имеет место быть, а важна также скорость, потому что повреждение, которое вы наносите противнику, да, это в большей степени оценивается не массой, а импульсом. Из школьного курса в физике вы помните, что импульс – это масса, умноженная на скорость, векторная величина. Так вот, самый простой пример – пуля, да, она весит 9 грамм, но из-за того, что скорость ее составляет несколько сотен метров в секунду, импульс очень огромный, он наносит гораздо больше повреждений, чем, допустим, камень, который вы в человека можете бросить рукой. Ну вот, хотя камень, конечно же, тяжелее, да, но вот это раз. Кстати, именно из-за этого, да, из-за того, что повреждение в большей степени оценивается импульсом, то есть масса, умноженная на скорость, именно из-за этого бытует вот этот миф о том, что любого качка может вырубить любой турникмен или боксер просто потому, что он речь. Да, вот это вот такой вот миф. Он на самом деле берет, ноги растут именно вот отсюда, да. Второе. Очень важно, очень важно иметь возможность постоянно, иметь способность, иметь способность расслаблять мышцы. Потому что, несмотря на то, что во время удара это та же самая анаэробная нагрузка, да, которая находится при бодибилдинге, то есть это креатинфосфатная схема нашего любимого, да, я всем надоел, но, тем не менее, нашего любимого дезинтрифосфата АТФ, вот, несмотря на это, удар, он не длится, допустим, как подход к штанге в течение, там, 20-30 секунд. Он длится гораздо быстрее, да, гораздо меньшее количество времени. И в перерывах между этими ударами, поскольку схема у нас при ресинтезе АТФ, это либо креатинфосфатная, либо это анаэробный, повторяю опять, анаэробный гликолиз, то есть у нас образуется при этом лактат, мышцы надо уметь расслаблять, потому что лактат, собственно говоря, должен от мышц отходить. Ну и третье это требование, это обилие аэробной нагрузки, потому что тот же самый боксер, тот же самый каратист на татаме или уж не говоря о баскетболе или футболе или подобных видах спорта перемещается по рингу, по татаме или по футбольному полю или по баскетбольной площадке очень и очень много. Это классическая аэробная нагрузка, где как раз действуют не быстрые, а медленные мышечные волокна, и у них есть способность перерабатывать жирные кислоты в качестве топлива, то есть задействовать аэробный гликолиз, подробно вот в этом ролике. Я не просто так даю очень много ссылок на ролики, потому что все ролики связаны, потому что все понятия биохимические, все понятия, которыми описывается регуляция в нашем теле, они очень между собой связаны. Поэтому, когда мы говорим о чем-то одном, это автоматически за собой тянет ссылки на какие-то другие источники. И кому интересно, тот может посмотреть. А вот теперь давайте мы соберем все это вместе, вот всю вот эту кучу, что у нас нужно для бодибилдинга и что у нас нужно, предположим, для какого-то единоборства, и посмотрим, можно ли это совместить. И, в общем-то, невооруженным взглядом видно, что у нас идет по некоторым требованиям, которые требуются для бодибилдинга и, соответственно, предположим, для бокса, идет противоречие. То есть это взаимоисключающие требования. А именно, например, возьмем бодибилдинг. Как я уже сказал, нам требуется отдых. То есть, иными словами, у нас должна быть силовая тренировка, интенсивная, после чего, для того, чтобы мышечная масса росла, нам надо несколько дней эти группы мышц держать в покое. А если это сплит-тренировка, то всю неделю практически, или дней 10, потому что восстановление идет достаточно долго. Провести полнофункциональную тренировку в один день, предположим, и по боксу, и по жиму штанги, те, кто этим занимался, прекрасно понимают, что это невозможно. Вы уматываетесь настолько на первой тренировке, что без различного рода фармагологии и так далее, провести две тренировки нереально. Просто нереально. Я не просто так говорю о том, что этот ролик не для спортсменов, а для тех, кто начинает новую жизнь с понедельника. Значит, поэтому, если вы будете тренироваться со штангой, а на следующий день вы будете работать на ринге, то никакого восстановления и речи, конечно, не идет. Мышечную массу вы не наберете. Собственно говоря, это будет ни туда, ни сюда. Второе. Как я уже сказал, нам требуется способность расслаблять мышцы в виде наборства. Для того, чтобы у нас отходил лактат. То есть, был отток лактата максимальный. Потому что, например, это одна из причин, почему боксер, когда устает, начинает опускать руки. Потому что это ржение мышц, постоянное напряжение мышц, которое он испытывает, держа руки перед собой, закрывая голову, лицо. Он способствует тому, что лактат, собственно говоря, не отходит. Это одна из причин, почему уставший боксер периодически опускает руку, и в этот момент он может словить, собственно говоря, хук или прямой, или еще какой-то удар. А вот, а бодибилдинг как раз из-за своих интенсивных тренировок приводит к тому, что у нас появляется так называемая крепатура. А что такое у нас крепатура? Как я уже сделал ссылочку в этом ролике. Крепатура – это у нас следствие отека. То есть, мышечного отека, когда лизосомы убирают остатки поврежденных миофибрил, но этот самый отек, он очень сильно мешает расслаблению мышц и оттоку. В конечном итоге, при тренировке лактата. В результате, если вы постоянно на убой тренируетесь со штангой, скажем, на ринге вы будете, в общем-то, достаточно ватный. Это очень-очень нехорошо для любого человека, который занимается единоборствами. Так, и как следствие. Поскольку, как я уже сказал, очень важен импульс, масса умноженная на скорость, растущая мышечная масса, она добавляет вам силу удара. Но поскольку масса – это и есть, по сути дела, мера инертности. Второй закон Ньютона, помните, м равно f на а. То есть, правильно он читается, на самом деле, вот так вот. Масса – это мера инертности. То, чем больше у вас масса, тем более инертно ваше тело. И тем сложнее его перемещать в пространстве. Соответственно, скорость вы теряете. Тут даже дело не столько в повреждении, которое вы можете нанести, сколько вопрос в том, что единоборство – это именно единоборство. Вам надо успеть раньше. Со штангой это все, в общем-то, совершенно не нужно. Ну и, наконец, третья причина. Третья – это обилие аэробной нагрузки. Даже при работе на ринге, не говоря уже о футболе и прочем. А вы, в общем-то, прекрасно знаете, что обилие аэробной нагрузки, оно не способствует тому, чтобы сохранять мышечный объем. Поэтому, если вы при этом еще тренируетесь, то будьте готовы к тому, что тушка будет стараться избавиться от лишней мышечной массы, просто потому что она потребляет достаточно много кислорода, энергии. А нашим медленным как раз мышечным волокнам на аэробные нагрузки требуется, чтобы кислород расходовался именно ими, на митохондрии, на окисление жирных кислот. Ну вот, поэтому вывод очень простой. Из-за того, что у нас требования непосредственно по энергообеспечению, требования к тренировочному процессу, в бодибилдинге и в каких-то единоборствах или в аэробного вида тренировках, они различны, то совместить на халяву не получится. Ну вот, на самом деле, вот, кстати, именно поэтому, из-за вот этих различных требований к мышечным маслам, различных требований, к волокнам спортивные добавки для бойцов и спортивные добавки для бодибилдеров будет немного отличаться. Если кому интересно, ставьте, пожалуйста, свои комментарии непосредственно к этому ролику. Я сделаю отдельный ролик, что бы я порекомендовал при тренировках в стиле единоборств, чем эти добавки будут отличаться от добавок, которые использует бодибилдер. Какой вывод из этого напрашивается? Можно ли это сделать? Вывод напрашивается применить периодизацию. Значит, что это такое? Это когда достаточно длительный срок, то есть это 2-3 месяца, вы работаете только с железом на увеличение мышечной массы, теряете при этом кондиции, как боксер. После этого вы делаете, собственно говоря, 2-3 месяца тренировки именно как единоборец, но при этом у вас будет определенного рода откат. Значит, почему я сказал, что этот вариант не очень хорошо подходит? Потому что, ребята, это уже очень и очень нетривиальная задача, чтобы ее посчитать самостоятельно. Это удел профессиональных спортсменов, их тренеров, их спортивных врачей, которые будут за всем этим следить. Ну и, соответственно, крайне редко такое возможно без применения спортивной фрагмакологии, потому что вы просто не потянете это. А поскольку мой видеоблог все-таки для людей, которые начинают новую жительность в понедельник, я бы вам порекомендовал сосредоточиться на чем-либо одном. То есть не надо хвататься за все, не надо пытаться и накачаться, и стать парнем, который может дать в дыню, если что. Но сосредоточьтесь на чем-то одном. Что ж, друзья мои, это был очень кратенький ответ по поводу того, почему и как можно ли совместить боксы и какие-то аэробные нагрузки с бодибилдингом. Подписывайтесь на канал. Напоминаю, с вами был Базилио, единственный специалист по начинанию и не бросанию новой жизни с понедельника. Ну и канал Фрешлайф28. А на сегодня это все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok